Вы о каком народе говорите? Вы хотите обратиться к кому? Все наши уже здесь. Я бы стер с лица земли. Одессу, Николаев, Харьков и Киев. В студии российского главпропагандиста Соловьева продолжают лихорадочно выдумывать рецепты покорения Украины. Эксперты признают, что у России ничего не получается на поле боя и сломить сопротивление украинцев никак не удается. Поэтому снова заговорили о том, чтобы больше внимания уделять пропаганде. В частности, депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что нужно обращаться к простому народу Украины, чтобы убедить его капитулировать. Нам надо все больше и больше обращаться к Украине и к его простому народу. От такого опешил даже Соловьев. Вы, дядя, как бы это так помягче сказать, не с того начали. Вы действительно могли бы действовать умно и обращаться к народу Украины. Могли бы действовать с помощью мягкой силы или, как правильно говорят, умной силы, то есть смарт-пауэр. И наверняка это имело бы какой-то эффект. Я это признаю. Но дело в том, что ты как-то с этим советом опоздал лет эдак на 10. Потому что все это было актуально до того, как Россия вторглась в Украину, захватила Крым, Донецк, Луганск, стала убивать украинцев. А теперь обращаться к людям, которых вы целенаправленно каждый день убиваете ракетами, ракетами немного бессмысленно. Характерно, что это понимает и сам Соловьев. Соловьев переживает, что украинский народ просто не услышит обращения из России. Но в этом он серьезно ошибается. Наоборот, мы-то в Украине как раз все хорошо слышим. Мы видим вот эти все обращения российских политиков, российских телеведущих, российских пропагандистов. И мы видим, что они в режиме 24 на 7 все время говорят о том, что у нас тут неполноценное государство, у нас тут какой-то неполноценный язык, мы какой-то неправильный народ. Всех тут нужно у нас уничтожить, Украину нужно уничтожить, украинского языка не должно быть, нашей государственности не должно быть и так далее. Поэтому Соловьев не прав, когда говорит, что проблема в том, что украинцы там, россиян не слышат. Наоборот, проблема в том, что мы-то как раз слышим все очень хорошо. Пригласить Украину, самому народу разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному государству Россия и Беларусь. А как вы себе это технически представляете? Согласитесь, это просто потрясающе. И это говорит, между прочим, депутат Государственной Думы. То есть представьте себе интеллектуальный уровень этих людей. Мы тут немножко побомбили вашу детскую больницу, убили 30 человек в одном только Киеве, но это пустяки. Давайте забудем и вы просто возьмете и присоединитесь к союзу России и Беларуси. Сейчас как вы это представляете? Они не транслируют наши передачи. Вот обратиться к народу Украины как? Выйти с мегафонами и покричать? Ну чего ж не транслируем ваши передачи? Очень даже транслируем. Более того, они иногда попадают буквально во все украинские СМИ. Например, недавно транслировали передачу Юлии Витязева, это ведущая канала Соловьев Live, между прочим, которая говорила, что мечтает увидеть Одессу безлюдной и очистить ее от коренного населения. А вот, например, уже фрагмент программы самого Соловьева, где он говорит, что Одессу вообще нужно стереть с лица земли, а заодно вместе с ней Харьков и Киев. Я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. После этого они не могут понять, почему украинцы их не слышат и не хотят вступать в союз России и Беларуси. Я предлагаю к этому народу обратиться. Как? Как обратиться, что он вот это услышал? Организовать вооруженную борьбу у себя в стране, свергнуть эту клику и спокойненько двигаться вместе с нами. Люди, которые бомбят украинских детей, реально верят, что украинцы готовы организовать вооруженную борьбу ради того, чтобы воссоединиться с Россией, которая каждый день их убивает. Я, конечно, видел уже много всякого, но таких сказочных персонажей еще, конечно, не видал. Как вы этот месседж, как говорят классики, до них доставите? Как? Вот, по-моему, вы послушали. А вы считаете, они смотрят, слушают и нас не блокируют? Конечно, не блокируют. Вот я, например, не только смотрю и слушаю ваши шоу, но еще и показываю их своей, прямо скажем, немаленькой аудитории. И только на моем ютубе, в других моих каналах, там в телеграме и так далее, вот эти видео смотрят реально миллионы украинцев. Только, знаете, мне жаль вас разочаровать, но эффект немножко не тот, на который вы рассчитываете. Потому что, посмотрев на то, как вы призываете разрушить Киев, Одессу, уничтожить Украину и запретить украинский язык, украинцы, знаете, не очень хотят вступать в союз России и Беларусь. А вообще, я чуть ли не в каждом втором своем ролике говорю, давно говорю, что лучшая антироссийская пропаганда – это материалы самих российских пропагандистов. Их не надо блокировать, их не надо запрещать, их нужно показывать. И я уверяю вас, что ни один враг России так не справится с разжиганием антироссийских настроений, как это делает то же шоу Соловьева. Я гарантирую это. Вы о каком народе говорите? Вот тут там меня критикуют, там некоторые нервничают, как так? Я вам хочу напомнить. Знаете, помните, да, Содом и Гоморру? Господь уничтожил эти два города. Вы хотите обратиться к кому? Все наши уже здесь. За те годы, которые были, те, которые относились к нам в симпатии, с пониманием, несколько миллионов человек переехали сюда. Ну вы поняли. Все наши уже в России, поэтому тех, кто остался в Украине, не жалко и можно бить по детским больницам. При этом Соловьев, который только что вот буквально жаловался, что его программы блокируют, не показывают в Украине, не дают ему обращаться к украинцам, сам тут же говорит, что украинцев не нужно жалеть, никого в Украине не жалко и вообще нужно разрушать украинские города, как Содом и Гоморру. А слабоумный депутат Госдумы Леонид Калашников тут же верит, что украинцы, наслушавшись такого, побегут поднимать восстание за то, чтобы вступить в союз России и Беларуси. Ну послушайте, ну с той стороны мы имеем дело с классическим воплощением сатанизма. Ну, когда российская армия бомбит детей, это не сатанизм, а когда украинцы защищают своих детей, вот это сатанизм. Конечно, это небольшая же группа. Какой небольшой? Кто их измерял? Большая эта группа или небольшая? У нас что, есть социологические опросы? Если смотреть, сколько поддерживает Зеленского, конечно, о чем я говорю. То есть если смотреть, что поддерживает Зеленского, особенно ВСУ, это очень высокий процент. В общем, российская государственная пропаганда уже даже и не пытается рассказывать ни про какой братский народ, не пытается выдумывать, что Россия там в Украине кого-то спасает и защищает, а откровенно признает, что украинцы подавляющим большинством в массе своей ненавидят Россию, не хотят, чтобы их там приходили, освобождали и спасали, считают Россию агрессором и готовы против этого агрессора сражаться. То есть, соответственно, никаких братских союзов между россиянами и украинцами быть уже не может и не будет. А мы все пытаемся сказать, что вы что, это наши братья с 1984 года? А речь идет о веселом обывателе, который с 2014 года наслаждался. В частности, тем, что случилось в Одессе трагедия, в Зугрезе. Они же наслаждались. И все было им нормально, все было шоколадно. И осознав, что украинцы уже безвозвратно возненавидели Россию и ничего с этим сделать невозможно, российская пропаганда в очередной раз переобулась и стала продвигать теперь уже другой нарратив о том, что все украинцы враги, все фашисты, не с кем разговаривать, некого жалеть, им можно бомбить всех без разбора. Особенно смешно, как Соловьев, как в одной и той же студии, буквально там с разницей в день, то причитает по поводу трагедии в Одессе и тут же сам орет, что нужно стереть Одессу с лица земли. Тем, что случилось в Одессе трагедия. Я бы стер с лица земли. Одессу. Ну вот, Соловьев, смотри, я показываю твою программу украинцам, все как ты хотел, но твоя программа в очередной раз показывает, что вы в России просто утратили остатки человечности, вы одержимы злобой и ненавистью, и у вас в России установился настоящий нацистский режим, который в своей риторике, в отношении соседних народов и государств ничем не отличается от Третьего Рейха. Поэтому, не переживай, Соловьев, мы все покажем и будем показывать, и даже будем показывать с английскими субтитрами.